Ещё недавно ей аплодировали на съезде всех правых партий Европы. Она стояла плечом к плечу с Марин Липен, купалась в лучах славы и произносила речи о будущем всей Европы. Европа никогда не терпела долго чью-то власть свыше. Ни наполеоновской Франции, ни гитлеровской Германии, ни советской России. Даст бог, не будет Европа долго терпеть Евросоюз. Казалось, ещё чуть-чуть, и она станет, если не новым канцлером, то по меньшей мере влиятельным министром. Но началось то, что товарищ Сталин называл головокружение от успехов. Мне кажется, у руководства этой партии просто крыша поехала. Они решили, что они вот-вот сейчас могут даже войти где-то во власть. Они могут определять политику Германии. И главным образом они будут сидеть на хороших постах в Бундестаге. И началась внутренняя резня за первое место, за власть в самой партии. Один из эпизодов внутрипартийной борьбы вышел в публичную сферу. В феврале лидер отделения партии в Тюринге Бьёрн Хёке оказался в центре антисемитского скандала. Мы немцы. Единственная нация, у кого в центре собственной столицы установлен памятник собственному позору. Памятник позора – это его слова о мемориале жертвам Холокоста неподалеку от Барненбургских ворот. Фрауке Петри и некоторые другие лидеры альтернативы для Германии осудили подобные слова. И высказались за исключение своего коллеги из партии. Тогда, казалось, Петри и умеренное крыло альтернативы одерживает верх. Я принимаю решение моих коллег из региональных отделений партии с сожалением и глубокой озабоченностью за единство партии. Я считаю, что не нарушил ни устав, ни правила партии. Ко мне невозможно предъявить никаких претензий в судебном порядке. Решение Федерального полицовета наносит вред партии. Оно политически мотивировано и ставит под угрозу свободу мнений. Считаю, что согласные со мной однопартийцы должны сделать все, чтобы предотвратить этот раскол. Но прошло всего два месяца и партию покидает не новая икона антисемитов Бьерн Хёке, а сама Фрауке Петри. Сейчас выглядит, что она захлопнула дверь, ушла, потому что не смогла изменить идеологию этой партии в более мягкую сторону. И сейчас преобладают лидеры, которые высказывают за именно жесткую риторику, за популистскую риторику, где-то вот именно за нациалистическую. Один из основателей «Альтернативы для Германии», секретарь фракции в Берлинском парламенте и по совместительству «Открытый гей» Франк Кристиан Ханцель внимательно следит и за рейтингами своей партии, и за новостями про Фрауке Петри. Но перед журналистами политик делает вид, что ничего серьезного не произошло. Она не могла отказаться от того, что у нее не было. Фрауке Петри в течение последнего года не говорила, что она может возглавить партию на выборах в Бундестаг. В партии шли разговоры, что на выборы пойдет группа из нескольких лидеров, но до сих пор они не были выбраны. Формально господин Ханцель абсолютно прав. Решение о том, кто поведет партию на выборы, принимается на съезде в Кёльне. Но Петри не просто сопредседатель партии. Она ее лицо, лидер, известный даже за пределами Германии. Этим качеством ни один из других руководителей альтернативы для Германии похвастаться не может. Но на этой неделе дрожащими губами по бумажке Петри зачитала обращение к своим сторонникам. Чтобы положить конец всем спекуляциям по этому поводу, я решила записать это видео и объяснить, что я не самая подходящая кандидатура, чтобы возглавлять партию и вести ее на выборы. Для меня важно, что мы можем спокойно обсудить важные для партии вопросы, ее будущее и новое руководство. Похоже, что позиции радикального ультраправого крыла настолько сильны, что умеренная Петри решила еще до съезда уйти сама. Впрочем, не исключено, что это ее тактический ход в борьбе за лидерство. Пока же положение, в котором оказалась госпожа Петри, напоминает судьбу основателя партии Бернта Луки. Он тоже был вынужден уйти под напором демагогов и популистов. И сейчас вопрос стоит в том, похоронят ли междоусобные войны партию, которая претендовала на роль нового политического лидера, или она выкарабкается и еще сможет за что-то побороться.